приветствую всех мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всяких благ во все сферы вашей жизни сегодня я дам ответ и определению что такое есть вегетарианство говорить я буду для всех людей не только для христиан хотя сам я христианин проповедую жизни учения иисуса христа которая состоит в том чтобы любить все божье творение ибо ты человек свободен выбирать между добром и злом и ты будешь жить вечно и через призму этой вечности подумай где ты хочешь быть и как тебе быть и с кем тебе бы то что же такое викторианство ну начну я со хочется чтобы не услышали все люди не важно каким они религиям мировоззрением относят себя вегетарианство это очень просто вегетарианством это не употребление пищи полученной вследствие убийства живого существа живым суть убийство понятно лишение жизни прекращение жизни живого существа дальше я по цепочке видите рассказываю что такое живое существо живое существо это существо обладающие чувствами что такое чувство видите цепочку наблюдаете чувство любовь любовь общее слово хорошо радость мир веселье наслаждение удовольствие и до бесконечности сами вы все знаете это эмоции это чувство это переживание это ощущение соответственно я назвал добрый есть им противоположные боль страдание скорбь печаль огорчение мучения все что противоположное наоборот радости до отнести животных и природу растительный мир живым и неживым я сейчас пока не говорю христианским языком библейским языком очень легко вы все это знаете у вас есть глаза уши нос вы все видите только лукавые люди начинают там извращать что-то до любой человек видит кто и что такое живое существо определение очень легкая жизнь движение это не значит движение то жизнь конечно и жизнь это движение и растение которое движется она его можно назвать живым она живой она имеет жизнь но она не имеет чувства она не душа душа сердце чувство кто знает это синемичные понятия не вдумайте опираться на лжеучения каких-то там биологов они ничего не знают и ничего не понимают реакция брошенное колесо или камень с горы она еще не обрело душу живую она просто летит или падает или катится если я бросил колесо от своей любимой машины с горы и она катится она еще не ожило это движение просто даже если инстинктивно одно растение как говорят там какое-то другое поедает так скажем потреблять это еще не душа живая я тоже могу нажать кнопочку на компьютере и у меня во все принтеры потечет приказ выкидывать бумагу напечатанную они еще не ожили не компьютер не принтер не та бумага которая выплевывается из этого принтера душа жива и вы все прекрасно знаете что такое и у к у каждого человека это познание есть внутри которая получается посредством его глаз его ушей его носа его ручечек трогание и мы знаем что такое живая душа и кого можно лишать жизни а кого нельзя естественно это все живые существа это рыбы это птицы это млекопитающие есть небольшие лишь грани переходные которые может быть тяжело эти человеку тяжело отнести к растению я даже не буду о них говорить где растение вот именно плавно перетекает животное что-то средне какое-то живое растение это редкость бывает так пожалуйста не ешьте и их отнесите их животным если вы говорите что это растение поедать другое или еще что-то отнесите его к другому к животному и не ешьте их вот и все здесь очень простой ответ для религиозных людей в частности это касается всех и иудаизма и мусульманство и христианство только не заращенного а действительно основанного на чистых сердцах людей которые хотят принять первую главу книги бытия бог сотворя все вокруг всю вселенную небо и землю сотворил дал повеление земле творить из себя рожать как хотите птиц рыб и млекопитающих все они названы одним словосочетанием живые души более того многие из них то есть в частности млекопитающие созданы в один день с человеком и более того когда мы читаю вторую главу книги бытия она является развернутой головой вот этого небольшого кусочка отрывочка где нам просто описано сотворение человека просто факте его творения то мы видим что человек назван живой душою даже после того как бог сотворив его из праха его плоть вдунул в него свое дыхание жизни и кто читал ветхий завет во многих местах в тех самых псалмах написано что дыхание жизни имеют и животные я сегодня не буду специально грузить вас точными ссылками цитатами из писания кто знает то что библия это поле с плевелами пшеницами и точно так же как я вам сейчас подаю плевелы причем в своей свободной форме точно также там пол пшеницы подаю подаю вам да для питания точно так что полно плевелами и люди тьмы ангелы сатаны вестники зла убийство тьмы и ненависти вам накидают точно таких же плевел которыми будете питаться и останетесь голодными вот что такое вегетарианство вегетарианство это полный отказ от пищи полученный посредством убийства живого существа прекращением жизни душегубства этого живого существа это млекопитающие как выше вообще создание практически одной и той же плоти и крови как и мы это рыбы и это птицы и это яйца кто знает это такой же живой организм зародыш потому что живые существа на свет появляются двумя способами либо прямо из чрева матери либо посредством отложением яиц ну или икринок икра кстати все к этому все через что появляется это живая душа убийство ее это живой души даже в зародыше считается убийством и поэтому вегетарианство считается непотреблением этой пищи дальше идет веганство сегодня специально хочу краткий ролик как у меня это не получается но я постараюсь поэтому больше ничего трогать не будем я хочу ответить о первой ступени здравой пищи для человека кто хочет постичь бога стать совершенным богоподобным детям своего творца своего родителя по поводу сейчас заканчиваю христианством я скажу кратко сегодня я не отвечу на все вопросы и я обещал и если бог благословит я исполню свое обещание я запишу обязательно по новому завету все места касающиеся рыбы но сегодня скажу все равно кратко чтобы ответить все места где якобы заметьте во первых что-то мы не найдем где иисус птицу убивал тоже вы тогда ножки буши едите курочки все эти вы не найдете себе оправдание вы цепляетесь за эту рыбу вы готовы отречься от мясо свиньи свинюшки поросенка от мяса телятины коровки готова чего угодно но вот рыба же есть там забудьте об этом я сейчас кратко скажу для христиан во первых уже птицы тогда куда вы денетесь а птицы что-то ничего что-то я не имел чтобы иисус убивал или ел или кого-то учил убивать и есть пожирать труп убитой птицы курицы в частности придется вам отказаться от этого по поводу рыбы я скажу всего три момента первое из и красная ниточкой евангелие это является как сам иисус говорил это его жизнь и учение также говорили о нем его ученики и в частности даже те кто писал эту эти книги в частности автор евангелия от луки в своей второй книге я не так написал что первую книгу я к тебе феофил написал о том что иисус дело чему учил иисус никогда сам собственными руками ни одно живое существо не млекопитающие ни рыбу ни птицу не убил это первое поэтому если вы хотите быть как иисус вы сами не имеете права этого сделать второе у него же два жизни учения сам он этого никогда не сделал второй он никогда этому не учил моменты сейчас кратко скажу где он где люди при нем ели во первых нет первая жизнь моменты где ему предлагали якобы даже рыбу во первых здесь всегда три момента следите первое вы никогда не докажете как я вам правда обратно и здесь человек остается свободным что иисус выбрал рыбу всегда где иисусу якобы подавали рыбу всегда во всех эпизодах в евангелии есть то что у иисуса был выбор рыбы хлеб рыба и мед кстати о том что вы подали сотовый мед и рыбу вы думаете там кусочка хлеба не было было просто авторы не описали что вы думаете мед едят пальцем что ли или ложкой мед намазывают на хлеб это издревле так было очевидно что на тарелке был и мед и и хлеб об этом нам не написали авторы это что иисус взял нам не написано вы никогда не сможете опереться что иисус хоть когда-нибудь вкушал это в ту же самую рыбу второе я тут три аспекта сразу рассматриваем уже всем давно доказано и изучено кто изучать древние манускрипты что во многих местах где нам все на дальнем переводе в новом русском даже в двойных переводах написали рыба там стоит слово еда или чтобы угодить вот таким псевдо христианам издревле подменили писание и подменяют до сих пор там стоит слово еда дайте есть дали ему есть там нигде не стоит слова рыба это второе и третье не забывайте о том что кто изучал историю то что вы читаете в синодальных переводах и не только вообще основе не вообще о событиях мы читаем лишь и видим я я без обиды надеюсь все понимают без оскорбления самый минуюсь христолюбом да говорю о том что бумажный иисус переданы нам глазами всего четырех авторов это не настоящий иисус все события далеко нет не те которые были на самом деле и я уж молчу а я не молчу что я говорю нам это писание вот именно эти авторы написали его тысячи раз переписывали его переводили и перетолковывали не забывайте об этом никогда вот поэтому по поводу рыбы по поводу благословения то что кто-то ел при нем это рыбу да то же самое кормление хлебами это была уже убитая кем-то рыба она была зажаренной приготовленной было в корзинах вот это реально можно назвать пищей кто когда-нибудь помогал нуждающимся когда им помогает он не говорит что я тебе только вот на это даю хотя и так бывает да каждый остается волен выбирать что ему делать иисус никогда не говорил пойдите убейте рыбу и пожарьте и съешьте когда даже забрасывали сети ловя рыбу он не сказал убить ее потом обратите на это внимание чистыми откровенными сердцами это что касается христиан и что касается рыбы это кратко конечно же я обещал и я постараюсь я не могу просто всем заниматься я обязательно этот ролик когда-нибудь запишу но для тех кто хочет утвердиться чтобы для кого кто кто самый следует этот вопрос поймет что даже на того и евангельского бумажного иисуса смотря он сам этого никогда не делал раз он никогда этому не чил поэтому когда вы ссылаетесь на то что он он же благословил есть он же сам не ел ты же не найдешь это ну ты благослови а ты сам не ешь поймите это наконец вот и все он никогда не делал этого и не учил этому это очень важно понять вот так вот вот что такое вегетарианство вегетарианство это полный отказ от пищи появившийся у вас на тарелке посредством загубление души живого существа либо его зародыша вот вам просто я надеюсь понятное определение живым существом являются души или это души во плоти имеющие чувство сердца душу как хотите да что это такое всем понятно эта сфера или область так скажем невидимого существа человек может переживать чувствовать любить страдать до испытывать боль или наслаждение все это всем и так понятно и все это явно проявляется на теле на эмоциях на всем существе человека и определить живую душу от неживой очень легко вот и все вот что такое вегетарианство и напоследок хочу сказать что правильное питание речь идет не здоровье речь идет не по экологии речь идет о том что вы перестаете приобщаться энергии смерти на духовном и даже на телесном уровне все мудрецы все истинные дети божьи все истинные святые люди во всех религиях во всех народах во всех мировоззрениях никогда не отделяли плоть от духа то чем вы питаетесь у вас будет просвещаться мозги вы именно потому жестокосердные вы именно потому ничего не понимаете вы именно потому не можете познать и достигнуть истины и стать святыми богоподобными потому что вы думая что творя беззаконные дела убивая животных живых душ погубляя их ради похоти своего чревата мочей неважно с чего вы никогда ничего не поймете именно став на путь истины на истины что такое добрые дела более того когда вы сами начнете это делать начать проповедовать преобразитесь вы преобразится мир вокруг вас и что вы пойдете дальше и запомните последнюю мысль на сегодня не идя вперед вы идете назад вегетарианец станет веганцем это обязательно у вас начнутся просветлять просветляться мозги я вас уверяю я вам обещаю это у меня на этом все я надеюсь я дал полное определение тому что такое вегетарианство для чего оно нужно что это не просто балаш это та истина та жизнь святая любого человека на земле ибо все мы дети божьи на земле по имени и должны стать ими по сущности ибо бог просвещает всякого человека и каждый кто меня слушает и его сердце открыто алчат и жаждет истины тот меня услышит я на сегодня с вами прощаюсь всех крепко целую крепко обнимаю нежно целую прощаюсь до встречи ролики желаю вам всего самого-самого доброго и желаю достигнуть совершенства в познании и в жизни пока пока